Здравствуйте друзья, с вами Вула, на ваших экранах Tom Clancy The Division 2 И тема нашего сегодняшнего ролика будут ликвидации Что это вообще такое, как их выполнять Потому что некоторые новички, наверное, даже не замечают пласт этого контента А ведь реально, ну, бегать по ликвидациям достаточно интересно Начнем с того, что получать свои первые ликвидации вы будете на протяжении всей игры А именно из проектов То есть выполняя разнообразные проекты, вы будете получать в качестве награды ликвидации Проще говоря, это заказы на убийство с временным лимитом Также ликвидации вам могут выдать в качестве награды за какую-нибудь миссию И дополнительно есть NPC, который появляется иногда в мире, бегает по миру, где-нибудь стоит Вот только пока я записывал видео, я бегал по миру, пытался наткнуться на него Ну и разумеется, когда ты его ищешь, ты его хрен нарисуешь А вот когда он нахер не нужен, он такой сразу Эй, парень, ликвидацию не желаешь? Но все же основной контент ликвидации находится в отдельной вкладке То есть здесь вы видите огромное количество разнообразных кружочков, точек и линий Что они из себя представляют? Разберем сначала обычные, которые без кружочков вот этих ездящих и без линий Это простые ликвидации, которые ничем не соединены, на них не нужны данные о цели То есть вы не тратитесь для того, чтобы активировать эту ликвидацию Просто активируете, проходите, получаете наградки Есть вот такие вот ликвидации, которые белые и красные Красные это значит, что они сейчас пока на данный момент заблокированы Для того, чтобы их разблокировать, вам нужно пройти другие ликвидации, сопряженные с ними В данном случае Вечерний фронт и Рота Макинли Это вот эта ликвидация, видите, соединенная и вот эта ликвидация, соединенная с ней Проходите эти ликвидации, именно вот эту вот То есть вам не нужно проходить вот эту Допустим, потому что в некоторых местах, допустим, вот эту, к примеру Тут видите огромное количество вот это, вот это, вот это, вот это Вам не нужно вот это вот все проходить для того, чтобы открыть отряд ТАПАС Просто вот проходите отряд ТАПАС и у вас открывается доступ к этой ликвидации Но доступ у вас не откроется, потому что эта ликвидация сопряжена еще с одной Соответственно, вам нужно пройти вечерний фронт севера и тогда у вас откроется это Таким же образом открываете вот эту ликвидацию, проходите ее, вот эту проходите и после открытия вот этих ликвидаций у вас открывается главное Разумеется, на каждой такие важные ликвидации будет требоваться данные о цели Чтобы получить эти данные о цели, вам нужно, ну, разумеется, убивать противников, которые находятся на ликвидациях То есть, соответственно, вы можете выполнять другие ликвидации и там за убийство этих целей вам будут тоже выдаваться небольшое количество данных о цели Но самый простой способ это проходить обычные миссии, начиная со сложности высокой и выше, то есть на высокое испытание Разумеется, на испытании вы получите больше данных о цели, на высокой всего лишь 5 данных о цели, но это не важно Проходите это испытание, получаете свои данные о цели и уже можете спокойно идти в ликвидации Таким образом, контент в игре очень сильно взаимосвязан между собой То есть, для того, чтобы открыть ликвидации, вам нужно проходить проекты Проекты вам нужны для того, чтобы получать разнообразные чертежи и опыт и прочее Для того, чтобы пройти ликвидации, вам нужны данные о цели А для того, чтобы получить эти данные о цели, вам нужно проходить обычные миссии То есть, все более-менее взаимосвязано и это дополняет друг друга Кроме того, есть еще дополнительные ликвидации, которые обозначены такой голубой точкой Это клановая ликвидация, то есть за нее тоже дают дополнительный опыт, дополнительные ключи, наградки и прочее Не забывайте, что ликвидации не вечные Они обновляются каждую неделю Но имейте ввиду, как только вы активируете Какой-то контакт, у вас пойдет время То есть вам дается на убийство 15 минут Но если вы соответственно умрете во время Ликвидации, то она исчезнет Ну, соответственно, задачу вы не выполнили Вам придется ее активировать Заново, но при этом Тратить данные о цели вам не нужно Потому что вы уже как бы их потратили И вы сможете просто ее как бы перезапускать Ну а на этом все, друзья Я надеюсь ролик был полезен Не для задротов, конечно, но я думаю для новичков Те, кто пока не шарит в игре, я думаю Это полезная информация Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать Новые видео, а также стримы И играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи, всем пока